Экс-сотрудник АТВ, актер и телеведущий Олег Карпенко считает закрытие телеканала беззаконием, на который пошла власть. Какой бы ни была позиция АТВ, она имеет право на существование. И бороться с ней силовыми методами – первый признак слабости оппонента. Даже, допустим, если мы не согласны с чем-то и так далее, ну, в конкуренции рождается это правда. Но когда конкуренцию давят, вот таким вот образом, это неправильно. Но о какой демократии мы тогда говорим? Я за то, чтобы телеканал АТВ существовал и нес свою позицию, согласны мы с ней или нет. У него есть своя аудитория, канал должен существовать. Руководитель Одесского информагентства «Репортер» журналист Оксана Бутук тоже против закрытия АТВ, хотя и не поддерживает позицию телеканала. Ее мнение – политики не должны вмешиваться в журналистику и решать судьбы СМИ. Сам же повод, по которому аннулировали лицензию АТВ, говорит Оксана Бутук, просто притянут за уши. Несоответственно по документам, которые выявлены сейчас, канал уже работал все это время. Каналы уже не предъявляли претензии именно по этим документам. Почему в то время, когда господин Марков попал под арест, канал начинают закрывать? По всем признакам это политическое решение. Я против политических решений. Репрессиями против АТВ возмущен известный одесский боец, чемпион Европы по каратэ-до Александр Черфас. Методы, с помощью которых убирают телеканал, спортсмен считает дикостью и безграмотностью. За АТВ подписываются все его друзья и коллеги. Закрытие канала АТВ, я считаю, что это нонсенс вообще. Это был шок как для меня, так и для остальных жителей Одессы, но особенно тех, кого я знаю, потому что они поддерживают канал АТВ. Мне нравится канал, почему? Потому что он поддерживает спортивную тематику. Не так много каналов в Одессе, которые освещают спорт. У нас сейчас популярный футбол, сборная Украины, Черноморец. А канал АТВ акцентирует свое внимание не только на этом, а также на других видах спорта. Под обращением к главе государства уже подписались сотни одесситов. Они открыто выступают в защиту оппозиционного СМИ, оставляя в документе свои имена, фамилии и телефоны. Выразить свою гражданскую позицию в отношении АТВ есть возможность у всех. Сбор подписей продолжается. Юлия Федорова, Алексей Сорокин, Алексей Чиповский, телекомпания АТВ.